привет друзья решил снять еще одно видео показать что я проделал каков результат ну вот там частности я шпаклевал некоторые места я их уже заделал машина в принципе у меня готова еще никуда не выезжал возможно завтра возможно завтра мы сделаем первый выезд такой контрольный съездим на дачу татьяне за город вот ничего мы там праздновать не будем просто девчонки у нас в стране продолжается война девчонки как бы морально психологически устали надо им немножко побыть возле леса подышать свежим воздухом послушать птиц пару часов это уже будет большой плюс для здоровья вот ну конечно спасибо всем что остаетесь на канале я вот смотрел там еще добавилось вот подписчиков опять же напомню всем что несмотря ни на что канал будет оставаться русской язычным у меня даже многие знакомые спрашивают ли я не перешел еще на украинский украинским молодеют досыть непогано и но есть одни нюансы потому что 17 странах по статистике а может сейчас и больше надо просто мне зайти вот рубрику посмотреть 17 странах смотрят наши видюшки вот как бы украинский язык не все знают особенно ну канал то технически особенно тяжело вот переписываться с ребятами из восточных стран там казахстан бекистан таджикистан вот некоторые технические вопросы ну на русском нужно украинском они вообще ничего не поймут им придется учить украинский но это очень долго плюс еще смотрят нас финляндии в германии где-то один зритель в америке есть по европе тоже смотрят оказывается вот но я как-то загляну статистику посмотрю на днях ну и вот вот у нас продолжается в стране война вот я в западной украине пока у нас все тихо здесь много беженцев приехал машин очень много вот ну девчонок будем стараться куда-то выдергивать вывозить на природу немножко детей тоже чтобы нить хотя бы чуть-чуть отвлеклись от всего иначе психика может и не выдержать мне вообще кажется что после после вот этих всех событий после войны этой наверняка много людей будут лечить психику свою потому что это довольно тяжело мне не все люди выдерживают эти события сейчас я вам покажу что я сделал вот и завтра возможно я поснимаю немножко бездорожье как машина едет у нас по закону сейчас пока военное время запрещено пользоваться видеорегистраторами на этот период вот потом все это говорится можно будет ну и завтра я поснимаю дорогу такую которая не имеет никакого значения она грунтовая вот съедем с асфальта я поснимаю всякие колдоебины как мужчины едет карабкается вот сделаем обзорчик по приезду что и как с машинами это такой первый контрольный выезд ну и как сказать завтра еще немножко тоже поснимаю потом выложу это видео на youtube ну давайте сейчас я покажу что я сделал ну вот в этом месте сейчас я покажу вот вот это вот место так где-то досюда вот так вот и где-то заканчивая здесь вы кусочек кусочек тут еще такое вот что получилось у меня значит здесь была трещина шпаклевка лопнула вот и в этом месте у меня появились эти паучки пузырьки короче там что-то поднял начал огни значит тут мне не пришлось запаивать оловом я это все зачистил болгарочкой отрезным диском зачищал вот все это место обработал обезжирил наложил шпаклевку погрунтовал и покрасил значит где-то что-то чуть-чуть видно ну опять же пыльца присела это все в гараже делалось это не в профессиональной камере и что я могу сказать я особо не старался потому что спешил это тем более свой автомобиль как бы его под можно будет попозже шлифануть с водичкой где-то тысячкой потом 1500 2000 кай шкуркой и до полировать его и так переходы только ну вот здесь может быть чуть-чуть видно есть переходик так еле заметны тут особо вообще его не вижу перехода вот и я их располировал переходы основное пока оставил ну как бы не до этого не до этого было есть свои проблемы вот по жизни есть куча дел своих вот то место где я показывал где была дырка большая у меня здесь вот в этом месте предыдущем видео я это показывал я тут запаял оловом вот как она получилась она уже здесь гнить не будет но в этом месте вообще неплохо получилось тут даже переходов и не видно вот просто можно будет потом до полировать еще раз вот и все будет хорошо на двери так немножко темновато посмотрим на двери вот то место где я кусочек жестью впаял я вам показывал той которой крыши перекрывает который церкви перекрывать ее еще по моему булат называют как-то короче вот хитрый металл такой но обалденный можно медную пластинку из тонкой меди листовой варить ну вот я тут перешпаклевал тоже все это загрунтовал закрасил вот и все как бы скрылась и не уже ничего такого не видно вот ну вот как-то так что-то получилось с автомобилем он уже у меня и пылью прикрылся значит я тут так для пробы по гаражам проехался вроде все нормально вот автомобиль как бы готов к выезду будем возможно завтра будем пробовать контрольный выезд сделать посмотрим как она как она будет это это мои наклеечки за прошлый год я там принимал участие в автовыставках соревнованиях вот как бы так одну одну эту наклеечку мы в горах вот познакомились с ребятами днепра это их не семейная эмблема они нам как бы вручили эту наклейку я сразу приклеил вот имеем память этих людях мы с ними случайно в горах познакомились прошлом году когда отдыхали ну путешествовали там остановились на полянке переночевать как раз они подъехали вот пообщались отличные ребята ну машина готова завтра едем попробуем попробуем что и как к чему вот она уже пылью прикрытая конечно ну ничего страшного так что еще тут сделал блин с этим мотороллером пока еще мудохаюсь так когда время есть какая-то интересная шпаклевка значит на вот голубенького цвета ну обрабатывается неплохо неплохо обрабатывается как бы мягенькая хорошо трется вот попробуем что это за шпаклевка вот ну сейчас покажу какими я шпаклевками пользуюсь так и вот вот эту вот шпаклевку мне владелец этого мотороллера привез вот такая она голубенькая не знаю как она и что она ну вроде бы ничего но время покажет как она дает усадку не дает усадку вообще сейчас по шпаклевкам поговорим значит потом еще вот такой вот это неплохая шпаклевка ультра новол компания это не реклама это я просто показывает чем я пользуюсь и и вот такой вот финишкой и такими вот брусочками но это короткие есть еще длинные вот такие брусочки есть очень обалденно ими работать особенно круглые поверхности можно ими вытягивать то есть он в руке ездит отлично то есть кисть держишь кисть гнется ну туда-сюда можно кистью лавировать обалденно ими получается но они правда дорогие это я давно покупал эти бруски они где-то по 30 евро тогда стоили не знаю ну возможно сейчас так и стоит вот что еще как шпаклевки время покажет дают усадку не дают хотя как ребята которыми которые торгуют этими шпаклевками я с ними общался много лет уже меня знают говорят что та шпаклевка есть такие шпаклевки которые не дают усадку вообще и по весу они очень легенькие даже они мне давали такой вот пакет типа от майонеза со шпаклевкой он очень легкий объем большой ну как они мне сказали что эти шпаклевки которые совсем не дают усадку их сюда возят только под заказ они очень дорогие если вот так вот автомобиль перешпаклевать то получится золотым по затратам ну вот такими вот материалами я работаю наждачки блин наждачки конечно вот эти типа там пишет швеция фигня короче раньше они были хорошие ну сейчас они совсем уже никакие стали вот хотя хотя ну еще можно ими работать можно работать хотя есть лучше 3м наждачки ну владелец мне покупает такие что-то он так насчет денег не очень хочет тратиться ну работают такими наждачками ну а так этот мотороллер получается потихоньку вот у него фара здесь впереди сверху вот его верхняя часть это бензобак сверху вообще интересный мотороллер 60-х годов вот чизет 502 будем восстанавливать его ну что ж на этом пока что заканчиваю потом продолжим так таки мы решили выехать забираю сейчас диану моего штурмана тебя не видно как дела нормально ты собралась ну давай загружай сумки садись так ну шо мы выезжаем все взял ничего не забыла понял все заводимся едем так она не урвала вперед набор высоты мы и так уже высоту набрали такой дороге пытаемся ехать так татьяна уже тут ну едем едем да 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 вот такие у нас дороги встречается иногда преодолеваем вторая передача поднимаемся наверх на гору уже как бы начинается дачи удачные массивы третья передача температура где-то градусов 70 наверно до 80 стрелка не дошла теперь дачи у нас у людей запорожцы едут все нормально порядке еще один подъем татьяна чешет все нормально немножко грязи дождики были чё-то она там проверяла колеса трогала запах какой-то есть у колодки новые вот такое чучело тут на столбе стоит проедем эти грязилку еще немножко и приедем все хорошо у нас эти дороги как наша родная стихия запустили татьяну немножко вперед вот там еще к этому синому встречу едет дорога конечно тут экстремальная так поворачиваем русский такую дорогу переулок немножко буксанули но это фигня проезжаем нормально жигули жигули которые перед нами заскочили ну в принципе приехали как-то так как-то так как-то так как-то так ну пока все ну вот вот ну вот мы немножко расположились попить кофейку вот девчонки вы как счастливые немножко отвлечемся да диана немножко отвлечемся от всего значит здесь как так 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 вот там маска штурман Танюхин у Тани у Тани здесь домик да там еще и кошка второй штурман у Татьяны домик здесь там комната кухонька можно ночевать что еще у нас тут есть рядом вот с нами лес тут как бы низина брия початок речка клокучка брия початок речка клокучка так вот она она говорит тут речка берет начало вот ну вообще красиво красиво тут вот девчонки счастливые вот так мы немножко отдохнем сейчас будем заводить бензокосу косить траву поможем по хозяйству Танюхи здесь ну и сейчас же там машины наши машины вот там вдалеке ну мы подойдем поснимаем поговорим о автомобилях сейчас ну вот сейчас мы находимся продолжаем здесь у Татьяны на даче хотел спросить у тебя как как там насчет машины твоей как она шикарно все отлично едет едет да нормально даже по глине хорошо нигде не заносило ничего ну я где-то там буксанул короче на повороте я таки забуксовал температуру ты смотрела смотрела все выше 80 не поднималась ну у меня где-то 70 было на начале подъема я потом уже не смотрел вот штуки ничего да все не не отлично все по ходовой вообще никаких вопросов нет тормоза как отлично тормоза нормально да вообще хорошо все все работает безупречно едет никаких то есть мы как бы получается к сезону готовы да можно сказать ну да это уже мой какой третий выезд и смотрю что проблем нет все хорошо ну вот у меня что-то там шкребет в колесе я посмотрю приеду в гараж завтра ну как сегодня приедем а завтра посмотрю уже в гараже что-то там у меня колесо немножко шкребет надо глянуть вот ну давай эти движки посмотрим у нас ветерок показывает двигатель свой вот Татьяна у нас счастливый обладатель голубенького запорожца да с патриотичным скорбованием двигуна так вышло ну так вышло да тут как бы задумки не было особо но так получилось одно таким ну как бы так была желтая краска была голубая да голубой не хватило докрасили желтый двигатель я вижу он у тебя сухой нигде ничего не подтекает да подтеков не было не замечено тут все в порядке везде у нас все нормально да это тот же двигатель повторюсь который я видео снимал вот ремонт двигателя тридцатки это тот же двигатель он стоит у Татьяны вроде все нормально да да все сухо вот у меня сейчас покажу свой движок так показываю свой двигатель вроде все нормально моему движку 13 лет наверное где-то через месяц ему будет уже 14 значит какие проблемы со стартером да что-то со стартером я вот там остановился потом тяжело заводился автомобиль стартер нагрелся надо наверное втулки менять ну я другой стартер поставлю вот у меня благо есть пару штук их вот у нас уже полным ходом лето конечно мы сегодня 1 мая мы ничего не празднуем мы просто выехали у нас как бы совесть да у нас рабочий день здесь поработаем да немножко отвлечемся да Диана да по отвлекаемся чуть-чуть от всего этого от воздушных тревог и так далее ну мы к лету готовы летом ну не знаю что будет в любом по ситуации да нас еще девчонки значит биологи Татьяна биохимик даже ждут еще научные работы летом по специальности то есть надо будет выехать на природу поискать кое-какие растения грибы возможно грибы да в прошлом году мы там нашли редкостные грибы они уже в каталоге Украины значит занесены Татьяна это все сделала организовала не не они были в каталоге просто место место фиксируем ну да они в каталоге что именно в том месте произрастают эти грибы вот так что ждет нас еще лето ну наверное да скажем большое спасибо нашим защитникам что мы еще можем так вот выехать ребята мы вас поддерживаем вот да благодаря ним мы можем немножечко тут заниматься мирскими делами да так что вот пока что заканчиваем на этом начинаем идти сейчас ну еще по кофе выпьем и идем работать тут да Диану сейчас каждый займется своей работой там кто косить кто там что-то помогать и так далее ну все на этом пока заканчиваем не не это не 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 не